здравствуйте друзья здесь демитков юрий я последнее время очень увлекся опционами я не рекомендую покупать сейчас никакие акции последнее время и многие думают может быть что нужно вкладывать в опционы не пора ли мое одно из последних видео о том что вот про доллар да я как раз предостерегал вас не покупайте доллары потому что вряд ли он будет расти по отношению к рублю и ну я и раньше призывал вас инвестировать в акции но что я могу сказать те кто начал это делать молодцы а те кто не начал но посмотрите что вы потеряли смотрите вчера я обнаружил сообщение в маркет твитс к сожалению я его не смог найти сейчас для того чтобы показать вам но в этом сообщении подведены итоги по всем буквально фондовым рынка мира и друзья мои самым лучшим фондовым рынком мира который принес наибольшую доходность своим инвесторам оказался фондовый рынок россии вот так а мы не ценим то что мы имеем вот что я хочу сказать самый лучший фондовый рынок в мире по итогам прошлого года я еще раз повторяю не сша не бразилия не китай россия дала самый лучший доход инвесторам если вы живете в россии и уже начали инвестировать вы молодцы если не начали то вы потеряли свою возможность за прошлый год надо начинать если вы не открыли брокерский счет открывайте если вы не знаете во что инвестировать но я помогаю я стараюсь друзья мои и у меня вот сейчас последнее время многие спрашивают ну хорошо ну ну я же не знаю вот куда инвестировать ну куда куда ну какие акции купить и спрашивают ну какие акции купить говорят ну вот как какие мне акции купить чтоб они выросли скажи мне дорогой мой но как я могу сказать друзья мои все зависит от момента все зависит от вашей склонности к риску но от вашей суммы кстати от того на какой срок вы хотите инвестировать но вот сейчас я вам покажу просто свой портфель я не могу рекомендовать просто свой портфель и посмотрите когда я его покупал покупал когда его создавал он был ну скажем так как только покупаешь акции вы знаете что с ними бывает они уходят в убыток всегда практически то есть покупаешь акцию она в убытке покупаешь акцию она в убыток вот и как-то все это печально всегда становится думаешь блин чтобы я не купил акция идет в убыток но однажды я решил сделать следующее я решил как рекомендуют в книгах бенджамина грехема как рекомендуют в других книгах что купил акцию и держи и не продавай просто держи и все и я решил попробовать делать именно так и посмотрите что у меня получилось я вам регулярно рассказывал но про все те покупки которые я делал давайте посмотрим что у меня сейчас в портфеле я уже не помню когда рассказывал про самую там необычную облигацию россия 28 я ее купил и она очень дорогая сейчас она сейчас стоит 1720 долларов только одна она и вот здесь мой портфель вот он он отсортирован по проценту активов которые в которые вложены облигация россия 28 безусловный лидер 36,68 процента от моих от моих всех инвестиций что это за облигация это облигация в долларах она дает регулярный купонный доход раз полгода мне приходят там по сколько-то долларов ну сколько 125 долларов в год приходит соответственно по двумя платежами вот так они поступают ребята но я ее покупал я эту облигацию покупал по 1620 это желтая линия это линия покупки и значит соответственно она подорожала за время владения мною она подорожала на десять процентов и все это в долларах понимаете все это без налога без ндфл я не заплачу не заплачу ндфл с курсовой разницу вот они сказать у меня спрашивают покупать доллара не покупать вот я купил доллары и вложил их в облигацию это доллары которые растут вот что я вам скажу они уже выросли мои доллары на 10 процентов и регулярно приносят купонный доход дальше что давайте посмотрим газпром я его купил я говорил что он будет должен расти что вот сейчас северный поток запустят к новому году когда еще говорил летом по моему потом я его докупал вот на втором месте у меня сейчас газпром но с северным потоком вы знаете не случилось но я его не продавал и посмотрите вот это вот графа нереализованная пл это ну прибыль которую я получил то есть это акции выросли вот вы видите вот он газпром пожалуй ой это не газпром сейчас секундочку вот вы видите газпром вот он вырос он все равно вырос да значит северный поток там вот уже было наверное известно что его отменят ну вот здесь вот уже объявлено что его все тем не менее он вырос гмк норникель посмотрите я его купил давно не знаю когда не помню а он обаньки он падал когда-то но вырос он вырос я его не продаю и не продавал то есть вот казалось бы вот он здесь вырос пошел падать думаешь ну надо продать да нафиг не буду продавать не продал нормально полиметал о котором я тоже говорил что ну неплохо купить вот полиметал это ну типа золото добывающая компания здесь больше серебра чем золото я купил ее где не помню то ли здесь то ли здесь она вот росла падала там росла падала но общий тренд растет посмотрите пять тысяч рублей доходность чисто ну курсовая распадская посмотрите я ее купил когда-то вот в районе 100 рублей давным-давно но потом мне нужны были деньги и я ее продавал я ее продавал а потом снова вот здесь вот купил когда она начала расти и она пошла расти и дальше то есть я продал сказать ну деньги вывел сколько мне нужно распродавал акции потом снова докупил поэтому желтая линия здесь вот здесь но на самом деле первоначально я купил ее за 100 просто вот здесь вот я ее продал сначала потом снова купил вот посмотрите ну даже с учетом вот этого она уже в прибыли вот здесь ее докупил ну а с учетом этого тем более ну здесь 17 процентов роста я вам скажу сургут нефтегаз привилегированные посмотрите как они грохнулись ну и что сейчас они все равно значит ну как бы это акция непредсказуемая здесь трудно что-либо предсказывать но если вы помните летом я рассказывал про дивиденды дивидендный гэп да вот по моему он и был да это он и был это дивидендный гэп они упали на дивидендном гэпе тот пакет который у меня был я не продавал я вот здесь вот немножечко там полихачил на дивидендном гэпе что-то заработал вы помните но я не продавал тот пакет который у меня был более того я его докупил дальше полюс в плюсе посмотрите пока еще ни одна позиция у меня в минусе не ушла система глубоко в плюсе яндекс падал раз я его продавал покупал здесь где-то но он в плюсе и вот на этом вот вот здесь вот я заработал 6 процентов ну я сказать здесь купил спекулятивно там с плечом с хорошим продал тут же вот но позицию я оставил яндекс не платит дивиденды но позиция держится курс растет несмотря ни на что лукойл ракета новотек единственная акция которая пока в минусе что это за компания это компания по по добыче ну сжиженный газ короче говоря в основном заводы по сжижению газа вот то есть занимается сжиженным газом татнефть ракета газпромнефть в космос обувь России но упала ниже некуда что такое обувь России но это мелкая компания там вообще третий эшелон почему я купил обувь в России вы посмотрите какое у меня вложение в обувь в России 0,46% от всего портфеля просто интересно мне акции третьего эшелона почему потому что могут расти могут не расти я вам их не советую брать потому что они крайне крайне такие волатильные но мне показалось что акции уже упали ниже некуда с точки зрения надежности компании вроде ничего так что нормальная акция и долго 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 был аэрофлот в минусе я его купил он в минусе в минусе но я просто держал его всегда почему потому что ну аэрофлот надо иметь хоть какую-то транспортную компанию в портфеле и просто для того чтобы наблюдать здесь чисто символическая как бы сумма вложена но посмотрите аэрофлот собрался лететь в космос теперь далее о дивидендах за последние полгода я получил следующие дивиденды сумма купонов 3,966 сумма дивидендов 13,916 всего дивидендов и купонов 17,882 но уже что-то это за последние полгода когда я активно пополнял портфель давайте смотрим по каким акциям я получил дивиденды я сам удивился на самом деле что это за компания алроса 411 рублей так сейчас секундочку алроса дивиденды а здесь что тоже алроса странно так теперь дальше дивиденды я получил от сургут нефтегаз привилегированных это вот когда летом ну да с июня с 29 июня по 4 августа конец июля вот дивиденды которые я получил 2000 рублей я получил дивиденды от сургут нефтегаз привилегированных и еще 2360 от обуви России как ни странно вот так я получил дивиденды но тогда у меня было обуви россии намного больше я в нее верил они упали но тем не менее я на ней что-то заработал но и в виде дивидендов тоже смотрим дальше сентябрь обаньки файцер 32,4 доллара американская компания файцер и однако посмотрите столбик не самый маленький дивиденды дальше идем элилили энд компани американская компания медицинская фармацевтическая не помню там по-моему какие-то клиники у них элилили элилили я немного их покупал обаньки корнинг инкорпорейтед американская компания полиметалл интернешнл плс российская компания но в принципе она зарегистрирована насколько я помню там то ли в нет в англии вот ну это наш полиметалл 4 доллара дивиденды однако корнинг инкорпорейтед американский 10,62 был куплен по рекомендации аналитиков открытия брокер татнефть этот нефть ну татнефть наша компания следующее дивиденды альтрия групп американская 11,34 и гмк норникель 883 доллара. Явно Альтрия американская здесь больше по столбику, чем вклад, чем ГМК Норникель. Следующая. Новотек, 142 рубля. Следующая. Распадская. Cisco Systems. И снова Алроса. Здесь у нас Алроса. Здесь у нас Алроса. И здесь у нас снова Алроса. То есть Алроса платит дивиденды регулярно и ежеквартально, судя по всему. А, и здесь же Cisco Systems. Америка. Я купил там всего, по-моему, одну акцию, но 0,94 доллара. Как с куста. Идем дальше. Газпром нефть, 181 рубль. Вы видели у меня небольшая доля Газпром нефти в портфеле. Получил дивиденды. И вот он, декабрь. И снова Pfizer. Он уже был. Еще 22,68 доллара. Я удивился сам, на самом деле, что в долларах дивидендов больше, чем в рублях. Россия, 28, 63,75. Вот он, пожалуйста, купон по этой облигации. получен. И посмотрите, какой. Здесь дивиденды, ну вот, от двух компаний. Здесь от одной России, 28, купон немаленький. Дальше снова Лукойл дивиденды и Chicago Merchant Exchange. Американская. На СПБ купленная. 3,37 доллара. И ГМК Норникель 604 рубля. Это вот буквально совсем недавно было. Понимаете? То есть я ничего не продавал. Дивиденды получаю. Надо сказать, что в акциях у меня очень-очень мало по этому вложению. Поэтому вот так. Ну, посмотрите по диаграмме денежных средств. Ну, пока еще очень много в деньгах лежит. В основном это мы видим, да, нет, 194 тысячи рублей и 1682 доллара. Ну, как-то вот. Вот так. Это кэш. Я пока не решил просто куда их вкладывать. Акции иностранных компаний 367 583 небольшая сумма, надо сказать. Всего-то. Автокол 200 тысяч рублей. то есть у меня два автокола и по обоим автоколам скоро в ближайшее время будет выплата очередного купона и они все закроются по автоколу. это те самые ноты номер один, номер два, номер три. Те самые ноты, которые я купил в конце года, 24, насколько помню, 27 декабря, они сейчас будут обе закрыты, потому что все четыре акции ушли вверх. 20% годовых доходность, однако. И я очень рекомендую ноты начинающим инвесторам. 20% годовых доходность. И пока вот буквально в первый же период наблюдения они закрываются. Только одна нота не закрылась в первый период наблюдения, судя по всему, закроется во второй. Все. То есть они закрываются. Риска нет. Понимаете? То есть если они очень сильно упадут, да, там может быть убыток и так далее, невыплаты купона, задержки купонов. Но если все четыре акции вырастут, кто срабатывает автокол, они закрываются. Даже геморрой. Вот то, что они выросли. 20% годовых доходности. Купонная. И автокол я рекомендую начинающим инвесторам. Пожалуйста. Номер один, номер два, номер три в открытии. Скоро буду еще рассказывать про точно такие же инструменты от компании БКС. Их там намного больше. Они там тоже интересные. Акции российских компаний всего 152 тысячи. И государственные муниципальные облигации 1734 доллара. вот та самая Россия 28. Все. Сколько вложено в опционы и фьючерсы здесь не пишет по деньгам. Поэтому здесь в общем-то список неполный. Вот так, друзья мои. Поэтому я очень советую не заниматься какой-то самостоятельной деятельностью. Можно, если вы ничего не понимаете в акциях, купить. А, модельный портфель, который я давно и настоятельно всем рекомендую. Значит, на сайте demetkov.ur.com найдете либо в описании к данному видео, либо вон там значочек И в правом верхнем углу. и нажмите там сайт demetkov.ur.com там и биржа для чайников, которую можно купить, а можно не купить. Если вы не хотите самостоятельно заниматься, пожалуйста, модельный портфель, как открыть брокерский счет, как его пополнять и выводить деньги, там все про это, всю информацию вы получите бесплатно, то есть даром. Вот. Все остальное там, ну, обучающий курс, естественно, это за денежку. Что дальше для начинающих инвесторов? Пожалуйста, ноты, структурные продукты, автоколы, о которых я рассказываю и буду рассказывать в ближайшее время. Буду рассказывать. Нота номер один, нота номер два, нота номер три. Неоднократно я видел, и я думаю, что ссылочку и вон туда я помещу значочек и в конце этого видео будет заставочка на тоже структурные продукты. Там будет плейлист с выбором всех видео, которые посвящены этому. Ну, собственно говоря, вот так, друзья мои. Инвестируйте, получайте доход и не забывайте, что у нас счастье, мы живем в России, в которой фондовый рынок растет. Но самыми большими темпами в мире в прошлом году не факт, что он будет продолжаться, поэтому пока не поздно. Начинайте. Спасибо за внимание. С вами был Деметков Юрий. Деметков Юрий. Деметков Юрий. Деметков Юрий. Продолжение следует...